Мирослава Восьмиклассница Я редко здесь бываю, но при этом у меня подогревается интерес к нашей русской истории, и поэтому я решила попробовать себя в этом деле. Девочка проводит здесь экскурсии, мастер-классы и квесты, участвует в организации мероприятий и занимается другой интересной работой. На престол начал посадить Николай II. И, конечно же, Москва и, в принципе, другие города заметно преобразуются. Поэтому на нашем вокзале также был построен вот такой царский пабильон. Но через год по некоторым данным говорили, что он изгорелся, а кто-то говорил, что он был разобран. На такую стажировку может устроиться любой подросток, которому исполнилось 14 лет. Для этого можно обратиться в центр занятости, узнать о наличии свободных мест и записаться в очередь. Подобные вакансии есть не только в музее, но и в библиотеках, домах культуры и других учреждениях. Это официальное трудоустройство с записью в трудовой книжке и зарплатой. Так как в программе участвуют несовершеннолетние, рабочий день у них сокращенный – по 4 часа 5 дней в неделю. Во-первых, это привлекает в музей молодежь. То есть у нас всегда ценно, когда к нам приходят молодые люди как для стажировки, для работы. Потому что у молодых порой есть интересные идеи, есть какие-то интересные предложения. Такой новый взгляд, скажем так, на музейную коллекцию, на проведение экскурсий. И тоже это привлекает к нам чуть более молодое население. Для трудоустройства требуется письменное разрешение родителей, органов опеки, трудовая книжка и другие необходимые документы. В каждом учреждении может быть от одной до нескольких подобных вакансий. Продолжительность стажировки, как правило, составляет один месяц.